всем здравствуйте на связи федор васильев я продолжаю говорить о полезных но необязательных плагинов для wordpress и сегодня на очереди плагин слайдер сейчас вы видите у себя на экране неплохой такой слайдер не супер сложный практически с русским интерфейсом давайте рассмотрим данный плагин переходим в админку нашего сайта как обычно плагины добавить новый слайдеров конечно же великое множество я выбрал вот этот вот название его мета слайдер в поле поиска вбиваю название плагина находим его сразу здесь видим как много активных участников обновление на данный момент запись урока всего три часа назад есть про версия естественно мы будем рассматривать бесплатную версию с ограниченным функционалом нажимаем установить активировать как только мы нажали активировать сразу появляется наш слайд в левом меню wordpress вот здесь внизу кликаем по нему здесь идут подсказочки я их отключаю хотя сейчас вот я не вижу крестика здесь должен был крестик закрыть все равно на английском языке нам показывает что надо нажать new то есть новый слайд давайте я вам все покажу нажимаем на new вот сейчас есть есть крестик закрываем и финиш то есть это подсказочки то есть я нажал два слайда у меня вот появился видео здесь вкладке я покажу на примере одного то есть если нам нужно удалить лишний слайд вот здесь внизу есть кнопка delete нажимаем удалить и вот одна закладочка новый слайд прям по нему можем кликнуть и как-то его назвать назову первый слайд здесь в принципе все просто во первых 10 кнопка сохранить нажмем пока сохранить вот здесь вот есть аддоны и вот видите показано здесь про версии free что доступно чтобы мы видели там где крестик напротив эту нас в бесплатной версии не доступно давайте рассмотрим теперь слайды самое первое как добавить картинку в слайд вот здесь есть ссылка добавить слайд выбираем открывается наш медиа менеджер вот пресса мы сюда загружаем наше изображение для слайда я воспользуюсь уже существующими изображениями wordpress кликаю по картинке нажимаю на кнопку вот на эту синюю добавляется здесь нажимаем добавить давайте попробуем сразу несколько сразу добавляется две картинки смотреть как здесь все просто и удобно во первых если нам нужно удалить изображение мы можем кликнуть вот здесь по крестику удалиться именно это изображение слайда дальше описание у нас не активно если мы снимаем галочку то мы можем дать описание какое-то описание изображению а дальше ссылка то есть на каждое изображение можно повесить свою ссылку вот здесь внизу и можно сделать так чтобы ссылка открывалась в новом окне при клике на изображение то есть поставив вот есть галочку но это полезная вещь дальше у каждого изображения есть закладки seo закладка то есть используется title и от изображения самого изображения или можно снять галочки если нам нужно индивидуально прописать title, то есть заголовок изображению. То есть это полезно для SEO-оптимизации сайта. И также alt, тоже полезно для SEO. Снимаем галочку и можем здесь что-то прописать. Есть еще вкладка обрезки. По умолчанию стоит по центру, я это не трогаю. Если нужно, можно, конечно, что-то выбрать. И аналогичные настройки у каждого следующего изображения. Нажимаем сохранить. Давайте теперь пройдемся по правой колонке. Здесь есть такие кнопки. На самом деле это разное отображение нашего слайда. Давайте пока по первой пройдем, который синим подсвечивается. Здесь, в принципе, все на русском. Все, я думаю, понятно. Ширина, высота по умолчанию стоит. Мы можем ее менять. Видите, здесь стрелочки такие есть. Убавляя или прибавляя размер в пикселях. Эффекты. В данном случае, вот, Flex Slide у нас доступно только вот то, что подсвечено и скольжение. Остальные недоступны. Я сначала думал, что это в Pro версии. Может быть и так. Но мы когда сейчас позже рассмотрим другие здесь возможности, вы поймете, что эффектов гораздо больше. Эффекты, как раз таки, это важный момент, да, придают красоту. То есть, это эффекты смены картинок в слайде. Дизайн. Можно выбрать темной и светлой плиткой. Стрелочки показывать или нет. Точки внизу переключатели. Да или нет. Дальше. Вот этот блок, смотрите. Мы можем скопировать шорткод данного слайда и вставить куда-то. В статью. На страницу. Но у нас над редактором появится кнопка слайда. Поэтому нам копировать здесь не приходится. Единственное, здесь, если нажмем на кнопки Copy All, то есть скопировать все, копируется еще небольшой PHP код. Я так полагаю, что если мы хотим внедрить этот слайд куда-то в тело сайта, то есть пойти и в код и куда-то вставить, то нам придется копировать вот так вот всю конструкцию. Далее, смотрите, есть еще расширенные настройки. Здесь, в принципе, все по-русски. Я думаю, вы здесь разберетесь. Растянуть во всю ширину слайд можно поставить галочку. Здесь, опять же, надо смотреть, как он выглядит, сохранять и что-то менять. Отмечу, что, например, вот текст назад можно написать по-русски, текст вперед тоже написать по-русски. Ну, остальное я не трогаю. Давайте вот на этом уровне нажмем сохранить. И как нам это посмотреть на сайте? Давайте я покажу вам на странице. Или это можно даже в статью вставить, да? То есть вот контакты. У меня есть контакты. Здесь форма контактов. Я выше поставлю слайд. Вот вы видите, появилась новая кнопочка «Добавить слайд». Нажимаю на нее. Во-первых, мы можем создать неограниченное количество разных слайдов. Например, для каждой страницы свой слайд. Мы создали только один сейчас с вами слайд. Вы это видели. Он так и называется первый слайд. Поэтому здесь мы можем выбрать. Так, первый слайд я выбрал. Вставить. Все, вот он, шорткод данного слайда. Нажимаем «Обновить». Идем на сайт. Перехожу в контакты. Прокручиваю чуть ниже. Вот слайд. Видите, вот я тайтл писал для картиночки. Он показывается внизу. Стрелочки есть. И эффект перехода. Конечно, можно поинтереснее что-то сделать. Видите, обычный переход. Ничего такого интересного. Слайд, кстати, адаптивный под мобильное устройство. Смотрится нормально. Смотрите, мы переходим с вами в наш плагин «MetaSlide». И эффекты, да, теперь нас интересуют. Здесь есть еще один эффект. Вот он внизу. Он тоже так. Переходы обычные. Не очень интересно. Если мы кликнем вот сюда, казалось бы, что тут меняется. На самом деле настройки кое-какие меняются здесь, для этого варианта. И меняются здесь. Во-первых, эффекты. В данном случае эффектов тоже особо нет, но мне нравится вот этот вариант. Третья кнопка. потому что здесь эффектов гораздо больше. И, например, эффект «Мне нравится дождь». Да, дождь здесь тоже неактивный. Давайте попробуем следующий вариант. Вот здесь дождь активный. Выбираем дождь. Опять же, по каждой кнопочке пробегитесь и просмотрите, потому что настроечки здесь тоже кое-какие меняются. И слайд уже внешне другой. Давайте сохранимся и посмотрим. Обновляемся. вот вы видите, он поменялся. И смотрите, при переходе видите, как красиво перелистывается. Вот таким вот образом. Здесь картинка как бы дублирования, потому что она маленькая, скорее всего, по размеру не подходит. Вот эти вот подходят картинки большие. То есть, вот видите, какие крутые эффекты в бесплатном слайде есть. Поэтому здесь просто поиграйте по настройкам, так все понятно. И если нам нужно создать еще один слайд, не относящийся к этому слайду, мы просто нажимаем вот здесь на кнопку New. Появляется еще одна вкладка. Мы ее также можем как-то назвать и догрузить сюда новых изображений. Таким образом, если мы с вами перейдем на страницы, зайдем опять в контакты, то вот здесь уже будет слайд 1, слайд 2. Видите, при выборе. Вот такой вот интересный плагин. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас был интересным и полезным. И на этом здесь все. До новых видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум-тему для WordPress? Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев.ру адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация» вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи. Вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум-тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема неинтересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу федоровасильев.ру уже вот с таким сообщением. Сообщение премиум тема ВП значит WordPress в подарок успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут. Если письма не придет проверьте папку спам. Если и там его не будет только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем федоровасильев.ру Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема ВП в подарок и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете Вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете Войти. Прокручивайте страницу в самый низ Здесь внизу находите ссылку Управление подписками Кликайте по ней Прокрутим чуть ниже Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует В данном случае это WordPress Вы просто ставите вот здесь вот Да и нажимаете ниже кнопку Сохранить изменения С этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку Сохранить изменения письмо с данной темой Опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указана вот здесь в подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomli неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый КМС 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь сэкономить сэкономить сэкономить